Очередной экстренный вызов принимает бригада, в которой вот уже второй месяц работает и выпускник медицинского колледжа Даньяр Ибраимов. В Кустанайскую неотложку фельдшер попал не случайно с ним и еще с десятком студентов из его потока велась усиленная профориентационная работа. Моей мечтой было стать фельдшером областной станции скорой помощи и работать в Кустанай. И моя мечта осуществилась. У нас статистические наставники, у нас современная аппаратура и реанимобиль. Начиная с 2017-го областная станция скорой помощи начала тесное сотрудничество с двумя медицинскими колледжами. В итоге впервые за 30 лет приняли на работу сразу 50 специалистов. Все они распределены в город Кустанай, в город Трудный. Некоторые специалисты уехали в районы. Эту работу мы будем продолжать до той поры, пока мы полностью не удовлетворим все кадровые потребности нашей службы. Появляется и новый транспорт. За последние два года за счет местного бюджета приобретено 13 санитарных машин. 12 из них это современные реанимобили С-класса. На их оснащение дополнительно выделено 60 миллионов тенге. Мы постепенно будем комплектовать все наши отделения, в том числе сельские. Дорожная карта, поэтому у нас будет занимать еще три года. На операцию в областную офтальмологическую больницу Кокимжан Ахмедханов добирался из самого отдаленного поселка самостоятельно. У пенсионера Глаукома. Приехал за помощью к врачам, когда стал совсем плохо видеть зрение, ему вернули. Хирурги говорят, что новое оборудование позволяет творить чудеса. Три-четыре операции одновременно можем сделать одного больного в течение, допустим, получаса, скажем, или 40 минут. Новые технологии плюс опыт, и через сутки пациенты могут наслаждаться стопроцентным зрением. Сейчас вижу хорошо, а когда ехал сюда, совсем плохо было со зрением. Сказали, что срочно нужно делать операцию, иначе ослепну. В этот же день меня прооперировали. Спасибо врачам. Оборудование последнего поколения появилось сразу в нескольких больницах региона. Приоритетные направления – детство и родовспоможение. Результат налицо. За 8 месяцев этого года, по сравнению с предыдущим годом, показатель уменьшился с 12,8. Младенческая смертность уменьшилась до 8,4 на 1000 новорожденных. На докторов в регионе спрос повышен. В больницах не хватает больше 350 врачей. Местные власти решают проблему за счет выделения грантов на обучение в медицинских вузах, строительства жилья и увесистых подъемных для тех, кто едет работать в село. Выделило 135 миллионов для подъемных врачей, едущих на работу в село. Там на одного врача выделяется полтора миллиона тенге, значит, в одни руки. Плюс они еще получат 250 тысяч от программы с дипломом в село. По договору с Министерством здравоохранения в этом году в регионе ждут 245 молодых врачей. 130 из них уже приступили к работе. При условии, что программа по распределению выпускников медицинских вузов продолжится, а местная власть будет поддерживать специалистов хорошим социальным пакетом, вопрос с нехваткой кадров решится в ближайшие три года. Наталья Строкова, Сергей Тартенберг, Кустанайская область, ЖТКОН. Продолжение следует...